вот она динамо поехали в отель куда нам я пошировка проспект 34 ну сойдет наверное вот такое оно метро динамо посмотрим что сейчас будет наверху здесь мы с мамой были зимой на выставке мой бизнес для малого и среднего бизнеса России а тут такой интересный архитектурный купол как красиво сразу идем на выход на ленинградский проспект и где-то здесь у нас этот отель аэро отель не знаю где сейчас будем смотреть и вот он стадион динамо а нам похоже на ту сторону надо поэтому пошли мы вот туда вот в переход здесь еще какой-то петровский парк надо будет сходить посмотреть что это за парк ну а пока нам надо заселиться в отель где-то на той стороне такие вот синенькие автобусы тут ездят вот так вот выглядит стадион динамо очень большой объемный мы идем искать свой отель цветы и подарки вот какие зонтики с лягушками и велик а вот и наш отель аэростар на стадионе динамо станция метро четыре звезды говорят и всего две с половиной тысячи рублей одни сутки номер посмотрим что там за четыре звезды вот такая дорожка в отель пошли на ресепшен смотри какие ракеты на входе с там на система классификации других гостиницы других средств на пуре сообщим красивым звезды звезды, лобус. Иногда кометы подлетают, вот полетела комета. Вы неплохой лонж. Даже массажное кресло есть и написано первые 20 минут каждый день бесплатно. Интересно. Посмотрим бесплатный массаж. Ну а мы идем на лифт. Нас определили на пятый этаж. Аэроотель. Где лифт? Вызывай. Ну значит вот эти два. Все, заходим. Привет! Пятый этаж. Дай мне маску. А что, как закрывать? Ну поехали. Мамка устала уже никакая. Сейчас уже придем в пятьсот восемнадцатый у нас номер. Сказали, главное не курить. Мамка сказала, что мы не курим. У-у-у, какие тут коридорище. А где кулер, она сказала, с водой? Где-то на этаже. Вот в лестнице, наверное. Будем изучать. Аранимрум. Гладильная досочка где-то тут есть. Низки такие потолки. Пятьсот двадцать шесть. Вот что. А вот она как раз гладильная комната. Написано. Можно погладить. И свет сам по себе включается. Класс. Это тебе, не Англия. Да, в Англии. У нас все гладят. В Англии никто ничего не гладит. Зеркала тут нет. Зеркала. Это, наверное, по одному на каждый номер. А вот и наш пятьсот восемнадцатый. Некурящий. Так, куда вставлять-то? Та-дам! Заходим. Оно неплохой. Такой десерт. Ванна с туалетом. И это, ребята, четыре звезды. Но главное, что ванна еще у нас в номере. Ой, ну такой номер, как в этом, как в Англии. Хорошенький. И чайничек. И даже вот две бутылочки, она сказала, будут комплименты. И зеркало. Привет! Мамка довольна? Сейчас как бухнется. Да, сейчас как бухнется. Вид на город. На стоянку, парковку. И такие вот, в принципе, приличные кровати. Но чтобы это четыре звезды считать, я бы, конечно, не сказала. Ну, главное, что раздельные кровати нам достались. Чай. Какой-то чай. Мистер Браун. А, это сахар. А чай, ну ладно. Посмотрим потом. Сейчас мы будем чай пить. А пока мама готова бухаться. Давай вон на ту кровать, на крайнюю. Чтобы тебя видно было. Та-дам! Раз, два, три! Вау! Тут даже еще и кондиционер есть. И телевизор, и лампа, и, как его, кресло. Все 33 удовольствия. Даже вид такой. А Библия есть? Как вам видно? Почти на сити. А Библия? В тумбочке. В тумбочке. В тумбочке. В Библии нет. И все. Это вам для Англии. Той посмотрит. Даже мыло, шампунь. Если не надо. Шапочка для душа. И гель для душа. Все. Будем принимать здесь душ. О, тут даже ванна есть. И даже фен есть. Все 33 удовольствия. Ну что, будем мыть голову. Сушить феном. Принимать душ. И спать. И никуда, никуда, никуда не пойдем. Мамка уже начну я. Так, что тут у нас в шкафу? Вот. Я повесила уже свою иголочку сушиться. А здесь есть, оказывается, сейф. Одеяло, если нужно, если замерзнем. И тут даже тапочки положили. И какие-то услуги. Прачечные, химчистки. Вот пакетик. Кубка для чистки обуви. Швейный набор. Даже швейный набор есть. А я взяла с собой нитки. Вот чем отличается 4 звезды набором. Просто дополнительных услуг сервиса. Даже эта лопаточка. Ну ладно. Отдыхаем. Вот прикольно. Решила погладить себе блузку на завтра. Взяла с собой беленькую свою любимую. Последнюю, кстати, которую в Тике Максе купила в этом году. Здесь, чтобы включить утюг, написано, надо вставить карточку от номера. Вставляем. И утюг загорается. Интересно, как быстро он нагревается. Ага, так он уже. Вот. Гладим. Как хорошо отглаживает. Ну вот, догладила свою блузку. Карточку достаю. Утюг отключаем. И еще проглажу воротничок. Ну вот, блузка на завтра готова. Еще золотой надо сходить. Ну, мамка уже спит. Тут есть еще такой зал отдыха. Я думала, кулер здесь с этой стороны тоже будет. Но нет. Придется идти через весь коридор. Пошла. Тут такие столы. И тут есть кулер. С горячей и холодной водой. Сейчас нальем водички. Ну вот, залила я все наши бутылочки с водой. Пошла в номер. Ну вот, отдохнули немножечко. И пошли гулять с мамой в парк. Который находится напротив нашего отеля. Называется Петровский. Вот парк Петровский пришли напротив нашего отеля. Посмотреть, что это за место такое. И тут такой дворец. Когда-то это был дворец. Сейчас это вроде как отель. Ну что тут есть? Пейзажный парковый комплекс. С северо-западной части Москвы. Пойдем гулять? Красиво. Конечно, разочаровались мы немножко в этом парке. Как мы это называем? В Питере у нас тоже во двора кущери. Так и здесь. Очень неухоженный, такой заброшенный. Это лесопарк. Парк. Лесопарковая зона. Но все равно как бы не очень ухоженная. Тут люди просто с работы на работу через него топают. А так ничего не происходит. Поэтому пошли мы в магазин, купим еды, засядем в отеле, отдохнем. И завтра с новыми силами на целый день на ВДНХ и в Останкино попробуем заехать на Союзмульфильм. Помните, я обещала вот эти мультяшные всякие фигурки поснимать? Если доступ туда есть, поснимаю и покажу. Ну, а на ВДНХ что мы будем смотреть? Все павильоны в детальках, все рассмотрим. И, может быть, пару музеев посетим. Особенно бесплатно. ВДНХ 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 ВДНХ